приветствую вас на канале москвичи без границ ну что сегодня я вам покажу популярные отеля которые находятся в ялте на набережной покажу расскажу о ценах немного какие например сейчас на неделю феврале забронировать и неделю на летний период узнаете какие цены насколько это дешево все это сами напишите мне когда посмотрите видео в комментариях дешево это дорого вот с вами разберем и может кто-то из вас определиться где остановится вилла елена брестоль арианда то есть любые отели посмотрим приморский парк спа отель тоже есть но все посмотрим и погнали ну что начнем мы с отеля брестоль который находится позади меня вот все его знают он находится не доходя массандровского пляжа цены начинаются здесь как пишут от 3443 рублей ну что попробуем сейчас забронировать и у нас выйдет ценник я сразу все буду на месте и открывать цены вот так делаем наверное давайте на неделю до с 12 февраля по 18 февраля два взрослых и один ребенок выходит у нас самое минимальное от 22 206 ночей это 15 метров квадратных номерок вот и и самое дорогое у нас 61 800 это апартаменты двухкомнатные 45 метров квадратных до четырех мест 6 начать три гостя и давайте посмотрим теперь цены на летний вариант у нас будет будем смотреть с июня нет давайте июль с 15 июля тоже на неделю готова и смотрим минималка 6 дней от 36 300 и самый дорогой deluxe suit 50 метров квадратных 101 400 вот такие вот цены здесь в этом отеле в престоле вот так что имейте ввиду все записывайте делайте скрины сами можете тоже посмотреть убедиться в этом цены смотрю прям на сайте на сайте именно сразу смотрю все цены рядом по соседству есть кайлас отель три звезды вот так выглядит это станет тоже прям вот по соседству с бристоля вот бристоль там здесь кайлас напротив прям морского вокзала вот здесь в той стороне у нас уже пошел проход на массандровский пляж какие цены здесь друзья начинается феврале на неделю также смотрим 6 ночей 21 400 это минималка самый дорогой 28 600 все те же самые брони те же самые столько же людей смотрим на июль с 15 готова 6 ночей от 51 600 за 6 ночей вот такая цена причем это все у нас без завтрака питание не включено завтраком уже 68 70 вот цены смотрите тоже все вот ну а мы сейчас отправимся сразу с вами на набережную быстренько перейдем на набережную пройдемся и покажем там популярные отели какие есть какие цены вот тебя та же самая вилла елена посмотрим дойдем до арианды и покажу вам как она выглядит и покажу цены какие в тот отель на сейчас и на летний период пройдем и сразу по скверику по такому небольшому здесь кстати еще плитку не переложили все вот в таком виде выглядит потрескавшиеся везде она худуном вот примерно вот так вот сейчас как вы видите перед вашим экраном на вашем экране от плитка вот такая же была раньше киевская московская улица видите вся плывет пляшет вот и вот ноги можно было переломать но там сделали уже плитку это уже здорово вот новую дорогу как бы классно вот я думаю когда-нибудь и до этой дороге доберутся рядом с брестолем конечно можно припарковаться не знаю есть ли у них своя собственная парковка где-то вот но вот здесь парковка идет платная вдоль этой улице вот сторону набережного вы получается прям в самом сердце и массандровский пляж будет рядом с вами и до набережной рукой подать вот сегодня 26 января мы в ялте пройдем сейчас по набережной как я обещал покажу посмотрите справа от меня памятник ленину а за ним заснеженные горы до в горах опять выпал снег уже со вчерашнего дня лежит там еще иногда ночью даже подсыпает так нормально вот но в самой ялте видите погода превосходная светит солнышко тепло здорово море спокойное на солнышке прям реально даже так прогревает немного вот девять с половиной градусов я посмотрел елочные украшения елка и все вот это вот гирлянды все еще до сих пор стоит никуда не делась не разобрали впереди вон посмотрите туда вот там где айпетри там все в снегу прям и спускаются снег прям так довольно таки низко но вот сами посмотрите на горы какие белоснежные про он спуске все в снегу и вот здесь на правой стороне тоже down космические облака опять-таки здоровски в ялте такое можно наблюдать в крыму вообще частое явление таких облаков потому что поток воздуха встречается вот так вот кружит там и вот там прям густые густые такие облака спускаются с гор но еще ялту конечно не накрывают море превосходное вот такая красота морская для вас утки плавают кораблики качаются на волнах и люди прогуливаются по набережной греются на солнышке сейчас мы пройдем за торговый центр фонтан здесь есть такая дорожка и там у нас спрятался отель тоже довольно таки такой серьезный это отель таврида считайте находится на набережной имени ленина не прям первая линия но находится очень рядышком здесь рядом есть сквер где можно прогуляться ну а мы сейчас отправимся сюда в левую сторону и там как раз таки будет у нас этот отель таврида посмотрим покажу вам его снаружи и расскажу что по ценам вот находится на улице ленина 13 президент отель таврида построен 1875 году так выглядит входная группа у него вот таврида флаги висят так ну и что касается цен самое минимальное сейчас на февраль стоит 21 тысячу за 6 ночей без питания так дальше мы смотрим у нас на летний период это я тоже думаю то что это сейчас если ищем мы то цены такие если ближе уже бронировать летом например то цена я думаю будет совершенно другая и будет еще выше все это сейчас грубо говоря как у нас раннее бронирование 15 июля по 21 также три гостя найти это все соответственно еще и без дороги такие цены 40 с половиной тысяч за 6 ночей без питания просто номер но номера здесь сейчас до 60 квадратов двухкомнатные апартаменты ну как бы вот такая цена то есть везде цены сразу можно сказать то что высокие ну по крайней мере я так считаю то что в принципе за неделю 50 тысяч отдать за отель это дороговато но выглядит конечно да прикольно тихо здесь можно припарковать машину такие здесь деревья шикарные могучие растут рядом с этим отелем барабуля бар есть и канатная дорога ялтинская которая поднимается на мыс на холм славы вот она сейчас работает кстати говоря вот так выглядят эти вагончики проезжают вы на них забегаете и поехали туда наверх видите спускается вагончик шашлыками пахнет здесь конечно бесподобно вот на канатная дорожка здесь выход а с той стороны вход у нас также тут сразу вот так ваш батоне хинкальной дворе где мы были где показывали вам видео через него можно сейчас пройти насквозь и уйти влево и сразу попадаем на набережную еще одно историческое здание это вилла елена вот такая красота это здание наверху там написано 1800 1912 год вот вилла елена территория за забором с пальмами ухоженная сразу получается тоже вот на набережной находится грубо говоря вот там внутри сквозь листу листву видно даже бассейн вилла елена сейчас мы посмотрим какие цены он там бассейн виднеется так ну и открываем цены конечно будет очень интересно посмотреть сколько же стоит здесь отдохнуть так ну что здесь у нас самое минимальное получается вилла елена 78 120 за 6 ночей это сейчас на февраль с 12 по 18 февраля 6 ночей два взрослых один ребенок везде одинаковые вожу данные вот посмотрите самая минимальная цена и сейчас мы посмотрим то же самое только на летний период это на июль также на 6 ночей с 15 по 21 середина июля и что он нам выдает выдает сейчас типа со скидкой 117 тысяч минус 25 процентов а так стоит типа 156 тысяч обычный номер 27 метров квадратных заходим вовнутрь завтрак включен в эту стоимость вот но как бы сами видите цена уже за 100 тысяч переваливают белую елена пойдем дальше рядом с вилла елена еще проводится стройка какая-то идет но вроде все тихо спокойно без шума на летний период вообще как бы все стройки завершаются но не всех этой касается и всегда это я проживу здесь знаю то что мало кого это волнует вот вилла елена это пятерка кстати у нас от и и здесь сразу будет выход такой красивый я щас вам покажу к дороге вот и сразу с собором александров невского его можно будет увидеть то есть прям все рядышком сразу здесь же по моему отдел полиции мвд россии находится вот в этом здании тоже красивым таком историческом а вот и храм александра невского собора вот сквозь купола его видно сквозь траву зелень городскую сейчас я вам покажу поближе давайте зайдем на территорию покажу как он выглядит прошел и по подземному переходу он там такой небольшой вот как выглядит собор александра невского перед вашими глазами на ваших экранах думаю потрясающе смотрится во внутрь я сегодня не пойду недавно вам показывал другой храм но этот находится в ялте тоже прям такое популярное место так что кто будет в ялте обязательно посетите это место и можете оставить себе на память конечно фотографию шикарно с таким местом но потому что она того стоит реально смотрите как дерево елка украшенных такими шарами голубь красиво необычно ну а мы пойдем дальше по набережной будем еще искать отель который будет нам попадаться поп на пути и показывать вам цены вот мы с вами уже вышли уже к часовне который на набережной вот они эти облака чумовые крымские потрясающе выглядят играет легкая музыка кто легко одет кто довольно таки тепло видите сами посмотрите волн практически нету на море прям еле-еле такой маленький накатик но море спокойно и шикарная посмотрите как красиво пробивается солнце сквозь окна часовни обалденный кадр такого у меня кадра еще не было друзья это здорово что пока что мы идем до отеля орианда расскажу вам про съемные квартиры съемные квартиры цены начинаются летний период от трех тысяч это за сутки потому что на долгосрок мало кто будет сдавать вот если на долгосрок вы приехали например сейчас вы снимете за 30 тысяч в месяц например квартиру то на летний период могут ее поднять примерно до 40 до 45 тысяч если вы готовы платить то вы платите если нет то вас могут попросить чтобы вы съехали дабы чтобы они в сезон не потеряли свои деньги то есть вот трех тысяч это провод минималка идет по ялте и в кастрополе такие же цены где-то даже и от трех с половиной но это будет просто там типа студия такая небольшая и неизвестно какие будут условия если хотите получше то примерно где-то уже будет за пять тысяч в сутки такие вот расценки сами посмотрите сколько людей сейчас на набережной именно вот в этой вот части набережной про народов так побольше все прям реально выползли погулять и я вам скажу даже мне жарковато уже стало хоть я не прям тут бегу конкретно но жарковато море впереди видно вам на воде чайки сидят видно рыбка там есть ну а мы с вами движемся спа отелю арианна по правую сторону сейчас будет пушкинская улица проходим вперед и именно там напротив испаньола кафе рестораном будет арианда покажу вам ее сейчас поближе и покажем цены такие на данный момент и на летнее бронирование здесь сувенирчики находятся работают здесь постоянно вот здесь ряд и с правой стороны еще рядочек так но вот арианда всем похожу вот выглядит вот тоже такой небольшой три этажа такое здание вот он вход вот написано арианда отель 3 звезды у нас нет 4 4 звезды арианда так ну и по ценам давайте друзья сейчас я вам скажу какие цены до отеля арианда 4 звезды цены на февраль все то же самое пять шесть ночей 40 тысяч рублей минимальные теперь смотрим мы на ли это на июль середину все забронировано нету вообще даже свободных мест можем посмотреть на июнь конец июня на неделю минимальная 66 тысяч рублей одна комната завтрак шведский стол включен но у них есть свой пляж вот здесь рядом протекает речка водопадная которая бежит ученцу водопада там пушкинская площадь где можно спокойно погулять пушкинская улица а где можно погулять и набережная прям вот здесь находится рядом 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 и сейчас я вам пройду так вот срежу здесь немного покажу вам где пляж здесь кафе испаньола ресторан кафе и вот сейчас отсюда я думаю пока здесь как раз не что не стоит никакие столы никакого движа нету вот то можно посмотреть на их собственный пляж который для них работает очень упал вот в этой зоне он располагается то есть вот такой вот их пляжик прям там душевые вот двух сторон забором но рядом будет у вас вытекать вот речка с левой стороны которая течет ученцу опять же если летом дождей не будет речка здесь особо быстро бежать не будет ну а если после дождей то вот здесь будет прям довольно таки грязное море мы обойдем еще с той стороны вам покажу и вот покажу со стороны этого кафе вот арианда гостиница ты тут вообще 5 звезд стоит но в интернете почему-то 4 звезды еще смотрел заходил именно на сайт там почему-то 4 звезды проходим прям под испаньолой ступенечки ну а вот пляж кафе испаньола орианда отель вот такой вот у них пляжик здесь посмотрите какой большой корабль какая баржа впереди виднеется на горизонте камера отдаляет но он довольно таки близко стоит шикарно так ну что отправить дальше у нас будет гостиница спа комплекс приморский парк ну а это перед вами трехъярусная набережная приморский пляж сейчас мы находимся на втором этаже получается здесь расположены как раз таки все кафешки но где можно посидеть отдохнуть попить кофе с видом на потрясающее море погода сегодня говорю видите шикарное и людей намного больше уже гуляет сидят отдыхают кто-то винишко потягивает время потому что уже четыре часа почти что вечереет вот но скоро выходные и будет еще намного больше людей здесь я так подумал почему бы и не спуститься к морю и не показать вам морить чаечки летают и со стороны моря с небольшого волнореза сейчас покажу вам виды вот чайца приземлилась смотрите шикарно большая полетела супер и посмотрим сейчас на пляж на набережную приморского пляжа ох горы ох посмотрите не знаю видно вам или нет но вот прям где отель орианда прям он есть кусочек радуги небольшой вообще смотрится бесподобно ну а вот сам пляж и набережная эти первый второй третий даже четыре яруса четырехэтажная получается набережная такая сделала в таком стиле в новом очень красиво на самом деле но летом здесь прям вообще жизнь бьет ключом так сказать шикарно водичка море какие-то буйки вон виде канистр стоят может быть там сетка не знаю все эти может натянули вот такой накатик с правой стороны прям идет небольшой но горизонт посмотрите какой четкий все таки прям горизонт красота вот это спа опера прима дальше как раз будет спад отель приморский парк и левант внизу сейчас все туда поближе подойдем и посмотрим вот кстати квартирку вот здесь снять сейчас на данный момент стоит от 40 тысяч рублей и летний период цена сразу повышается это вот до мая а летом от 110 тысяч квартира 60 квадратных метров вот с панорамными такими окнами шикарными вот но там получается как студия все равно кухня есть комната ну а это уже левант отель который находится в приморском парке как бы приморский парку здесь правой стороны а сама ты вот здесь находится первая линия береговая сразу прям на пляже находится вот здесь ресепшен у них вот с недавнего времени появился бассейн на территории а вот сам обойду покажу его левант ресторан вот они тоже как будто корабль такой пришвартовался сюда на берег круизный лайнер похоже да правда сбоку вот так вот он выглядит вот это все номера там впереди как раз бассейн давайте если там никто не плавает то я вам конечно сейчас его сниму покажу здесь что-то вывеска какая-то playstation по ход дела здесь летом ставят может playstation телек и можно поиграть а вот на бассейн там впереди какой небольшой так ну и что касается цен сутки на сейчас на вот зимний период стоит у нас самый дешевый 5 810 рублей завтраками так теперь мы поменяем даты на июль сразу все делаю не отходя отказ и как говорится так один номер ищем уже будет минималка 12 560 за сутки то есть умножаем на 6 это у нас 72 и еще 75 тысяч за 6 ночей у нас получится отдохнуть вот в этом отеле и вот пляж пляж но я думаю то что сюда можно и прийти обычному человеку здесь по ходу дела раздевалки какие-то есть кафешки открываются здесь наверное тоже лежаки под навесом стоят то есть вот такой но вид конечно потрясающий в этом именно месте но если так то конечно я говорю можно снять и там квартиру за 110 тысяч только конечно тоже заранее и на месяц они на шесть дней за 75 вот здесь так что выбор конечно за вами как у кого сколько позволяют финансы и время вот все ваших руках как говорится бронируйте смотрите ну а мы сейчас пойдем еще приморский парк где тоже стоит спа-отель это вот задняя сторона отеля его балкончики там где бассейн спа-комплекс как раз таки спа-отеля приморский парк сейчас я его обойду покажу вам его спереди и как раз расскажу о ценах но вот отель приморский парк спа-отель его вход рядом здесь парк приморский арка здесь прикольно летом я думаю здесь прям такая живая зеленая арка прям вообще превосходная на 6 ночей сейчас феврале стоит сорок четыре тысячи шестьсот четырнадцать рублей и давайте посмотрим на летний период стоимость этого отеля сколько будет стоить также смотрим июль середину август понятное дело будет самый вообще капитальный по цене но мы смотрим июль когда еще более-менее цены такие 112 тысяч завтраком вот в этом отельчики у вас будет стоить отдых но находится тоже в тихом месте такой водоем здесь виде черного моря изображен находится и вот сам отельчик такая территория рядышком у него конечно красиво но такие номера как я понял они тоже небольшие наверно 25 квадратов и вот балкончики такие и то есть вот так идет по округу рядом есть еще кафе ресторан и получается это было уже тупик дальше у нас выглядит набережная вот таким вот образом небольшое такое количество небольшой участок земли дальше туда если пойти то в той стороне уже будет пляж дельфин и много там еще различных пляжей вот но туда мы доберемся уже в следующий раз с вами друзья ну я думаю прогулка получилось интересное во первых полезное вы примерно поняли какие цены цены получается сейчас 50 тысяч где-то на 6 ночей вот ну а летом 100000 на 6 ночей составе семьи два взрослых один ребенок плюс еще на дорогу надо денежку вот на неделю приехать в ялту получается можно оставить на отель и на дорогу где-то порядка 150 тысяч рублей ну я жду от вас комментарий дорого это или дешево вот я вам показал конечно популярные отели у них и стоимость конечно другая но все равно в любом случае примерная стоимость отелей идет от 3000 если даже брать не в ялте а туда подальше дешевле наверно будет только я не знаю где сторона керчь вот в той стороне так в принципе будет цены везде одинаковые где-то даже вот в алуште московский все включено стоит сейчас на сутки 10 тысяч рублей это сейчас летом порядка 20000 сутки то есть тоже будет это порядка 150 тысяч на недельку отдохнуть с ребенком в крыму на побережье черного моря так что как по мне так лучше забронировать какую-нибудь квартирку и наслаждаться тем же самым морем тем же самым солнцем и не переплачивать ну а вы подписывайтесь на наш канал ставьте палец вверх пишите комментарии и до новых встреч пока